По нашему регламенту, несмотря на то, что называется круглый стол, у нас немножко не очень круглый, и формат у нас будет следующий. Каждый из представленных сегодня спикеров для начала выскажет свою позицию, то есть какая есть позиция, что он думает про сертификацию, насколько актуальна потребность. Мы будем говорить сегодня, специально разделились немножко с разных ролей, хотя у каждого из представленных здесь людей очень богатый жизненный путь, и мы многие работали в разных ролях, будучи и просто аналитиками, и лидерами центра компетенции, представителем заказчика. Многие из нас виситутся со многих сторон, это дает некоторый такой объем этой дискуссии, Но сегодня постараемся представлять разные стороны, я думаю, каждый сам о себе подробнее расскажет, когда мы начнем. И мы хотели начать, я думаю, с представителя заказчика, с меня. Почему заказчику, собственно, вообще может быть интересно, важна такая тема, как сертификация? Я думаю, а поднимите, пожалуйста, руки, кто вообще является нанимающим менеджером или когда-то был в такой позиции. Хорошо, но я думаю, это порядка четверти зала. Возможно, вы сталкивались с такой ситуацией, когда смотришь на резюме, которое приходит на вход, написано одно, а на самом деле оказывается другое. И нужно подсветить, что за последние несколько лет люди очень классно научились писать резюме. Я не знаю, Headhunter помогает или еще что-то. Но вот все такие умные по резюме, а на собеседовании сложно. Компаниям приходится тратить очень много времени на то, чтобы выбрать себе тех людей, которые нужны, и оценить их навыки. И дополнительная сложность в том, что мы по-разному понимаем, где, например, граница между бизнес-аналитиком системным, продуктовым, где вообще разница между анализом и аналитикой, и дальше по уровням компетенции. А какой уровень компетенции требуется от медла, от сеньора, от лида? А где граница между этими компетенциями? То есть бывает ситуация, когда в резюме у человека написано «ведущий», и на собеседовании ты понимаешь, что по нашим-то критериям он даже на медла не тянет. И по факту просто критерии у всех компаний разные. И, возможно, наличие какой-то вот такой сертификации общего стандарта, оно бы помогло нам как-то выровняться и привести нас к какому-то общему знаменателю, к общим пониманиям, чтобы не было вот этих бесполезных холиваров. Хочется же просто уже работать и решать интересные задачи, правда? Вот, поэтому тема сертификации, она очень сложная. В ней очень много, на мой взгляд, незакрытых вопросов. И, возможно, именно поэтому она до сих пор и не решается так однозначно, куда ни кинь, везде клин, да? Все нужно обсудить и решить, как оно делается. Но есть надежда, что все-таки проблема будет решена, и я надеюсь, что сегодня мы услышим позиции наших спикеров. Вот, на этом я, наверное, готова передать слово участникам. Наташ, мы готовы ли ты высказаться, да, как представитель сообщества, аналитиков, что ты думаешь про сертификацию? Возьмите, пожалуйста, микрофончик. Я, в общем, экс-лидер сообщества системного анализа в Райфайзенбанке. Экс, потому что у нас будет, собственно, скоро новый. Вот, сейчас занимаюсь развитием платформ внутри банка. Я даже просто сказала, что мы чуть подробнее расскажем. В своей роли я занимаюсь стандартизацией процессов найма, оценки компетенций внутри организации. Мы выстраиваем процессы, связанные с формированием даже самих компетенций, формулированием и критериев их оценки. И когда, значит, мы делали последнюю итерацию, за основу мы брали фреймворк с ФИ, а может быть, кто-то с ним даже знаком. Про него на одной из конференций рассказывал, в том числе, Максим Цыпков. Наверняка его узнаете, и в его канале можете найти информацию. Ну и посмотреть про самим фреймворк. Он очень сильно фокусируется на том, чтобы оценивать компетенции с точки зрения именно умений, навыков. И вот в этом контексте мы тоже задумывались внутри организации над тем, чтобы вводить какую-то сертификацию. У нас есть внутренняя школа, и курсы, которые мы готовим, внутренние и внешние, мы бы хотели как-то промаркировать и определить, к какому уровню компетенции уже непосредственно по нашей структуре эти знания и практика, которая дается на тренингах, могла бы относиться. Поэтому со своей точки зрения такую сертификацию мы видим важную. Но дальше встает вопрос. Что же мы все-таки оцениваем? Знания или умения? Ну, как бы навыки приобретаются в бою. И поэтому, возможно, той практики, которая дается на тренинге, ее недостаточно для каких-то более высоких уровнях. А, например, для джетовых и уровня регуляра вполне могла бы такая история подойти. Вот. Ну, еще мы со своей стороны смотрим на сертификацию, наверное, с таких двух сторон. Есть история оценки и сертификации навыковая, а есть такая более кейсовая. Например, оценивая навыки по e-mail, кто-нибудь проходил сертификацию? Нет? Ну, вот есть одна рука, я вижу, в зале. Вот, еще несколько. В общем, я, когда проходила такую сертификацию много лет назад, не знаю, сейчас поменялось или нет, больше оценивалось знание конкретных элементов нотации. И это про то, насколько, как бы, я просто знаю сами диаграммы, да, а вот умею ли я ими пользоваться, это уже большой вопрос. Вот. Ну и отличие, наверное, сертификация бабок, да, про которую вот, когда обсуждали до, говорили коллеги, там, ну, много строится на опыте человека, да, ты должен предоставить какую-то историю, как ты решал кейсы, там у тебя должен быть конкретный какой-то опыт. И вот, возможно, ну, как бы, тут важно эти сертификации разделять. И для, ну, некоторых навыков важна кейсовая история. Вот такая, собственно, у нас позиция. Спасибо, Наташа, да, очень интересно. И следующее мы придаем слово Ане Филиной. Анна расскажет нам с позиции лидера Центра компетенции, да, как я правильно помню. Ну да. Можно, наверное, ты как-то правильно уже сказала, у нас у всех есть опыт, поэтому мы, наверное, с разных позиций вули и вули отвечаем на этот вопрос, да. Но какие, наверное, такие ключевые тезисы по этому вопросу приходили в голову, да, что, в принципе, вот эта сертификация, она может иметь смысл только вот в случае такого единства восприятия, да, этих требований к роли среди компаний. И причем здесь я скорее говорю не об уровне владения компетенцией, а вообще о вот этом наборе. Потому что, когда мы у себя, например, как раз в прошлом году актуализировали модели компетенции вот и по бизнес-анализу, и по системному анализу, по бизнес-анализу это, честно говоря, прошло несколько быстрее, как-то и проще, хотя даже там у нас в итоге получилось больше 10 профилей, то есть вот этих вот более узких специализаций внутри тех людей, которых мы называем бизнес-аналитиками. А когда мы вот эти профили постарались выделить для системных аналитиков, они у нас начали, честно говоря, их количество немножко зашкаливать, потому что ребята, которые занимаются там условно в основном интеграциями, им вроде как большую часть системного анализа, да, они должны это понимать на низком уровне, но на глубоком уровне им это знать не обязательно. И получается, что вот если говорить о какой-то сертификации, сертификации, да, то она должна подразумевать вот эти вот довольно большое количество в нашей терминологии профилей, где человек, например, на базовом уровне знает все, что мы подразумеваем под этой сферой, но имеет некую специфику. И больше того, тут еще важно, чтобы вот это вот то, что компания, которая проводит сертификацию, под эту специфику вкладывала, мы в своей компании понимали, что это коррелирует с нашими представлениями о этих знаниях. И, может быть, здесь тоже такой отсюда поинт, да, что важно, чтобы, во-первых, аналитики могли доверять, им имело смысл сдавать эту сертификацию, и чтобы компании поддерживали, может быть, должна проходить верификация этих вопросов, этих тестов, например, какими-то представителями, экспертами, либо крупнейших IT-компаний, да, либо у нас есть там ассоциация АКППО, да, ассоциация крупнейших производителей программного обеспечения. То есть если вот их как-то подключить, и они это подтвердят, да, что это сертифицировано ими, наверное, это доверие, может быть, и у других компаний тоже будет выше. Я, по твоему взгляду, понимаю, что мне надо закончить. Я на самом деле очень поддакиваю, потому что справа от тебя сидит спикер, который как раз-таки может от АПКИД рассказать нам позицию, да, что вообще происходит сейчас в России, и на каком уровне эти вопросы на самом деле обсуждаются. хорошо, да, давайте я начну. Я действительно представляю здесь ассоциацию, ассоциация АПКИД. АПКИД это, ну, наверное, на текущий момент, насколько я понимаю, насколько я там разговаривал с коллегами, это самая крупнейшая ассоциация, в которой представлен так называемый Биг ТЭЧ, то есть представлены все компании России, которые каким-то образом связаны с IT. Здесь представлены все интеграторы, здесь представлены крупнейшие работодатели, здесь представлены учебные центры, здесь представлены институты Сколково, Иннополис. И, соответственно, исходя из этого, на данной площадке был сформирован не так давно, в конце сентября, был сформирован совет по развитию сертификаций. Основная идея, почему сформировался этот совет, потому что крупнейшие западные вендоры ушли из России, исходя из этого, там целая большая ниша услуг, которые они оказывали рынку по сертификации, по своим продуктам, она, соответственно, сейчас пустая. IT-специалистов требуется все больше и больше, требуются IT-специалисты высокого качества. Сейчас IT-рынок, если говорим про трудовой рынок, он перенасыщен джунами, исходя из этого, надо активно работать с этим рынком и его как-то развивать. Что мы делаем в рамках нашего совета? Мы регулярно собираемся, обсуждаем, и цель, которую мы преследуем, это определить общие правила, которые мы выставим к сертификациям. Во-первых, зафиксировать, какие сертификации глобально требуются. Кажется, требуются ролевые сертификации. То, о чем говорили коллеги, требуются какие-то общие правила, общее описание профилей. Для того, чтобы когда я на самом деле коллеги говорили про тех людей, которые приходят, а мы в рамках своего совета начинаем думать про тех людей, которые только думают о том, чтобы пойти в IT. О школьниках, о студентах и потом уже про IT-специалистов. И хочется создать такие описания профиля, чтобы люди в самом начале понимали трек. Вот я прихожу сюда, вот в этом месте я могу получить знания, необходимые для такого уровня. Потом мне необходимо сделать то-то, то-то, чтобы перейти на следующий уровень. Возможно, какие-то дополнительные курсы, возможно, безусловно, требуются какие-то навыки. Ну и, соответственно, это в каком-то месте должно быть, вот эти общие правила должны быть зафиксированы. И кажется, вот эти общие правила в рамках своего совета мы зафиксировать можем. Что мы не можем сделать в рамках совета, это получить обратную связь от сообщества. Да, у нас есть представители IT-сообщества, но надо понимать, что все равно это юрлицы. и они точно не могут представлять и там активно выражать мнение аналитиков, разработчиков, тестеров. Именно поэтому я хожу на подобные активности, на подобные круглые столы. На прошлой неделе был в Иннополисе, сегодня здесь. Основной месседж, с которым я сюда прихожу, это мы считаем, я считаю, что очень важно, чтобы было сформировано сообщество по каждому из направлений, которое действительно, как правильно сказала Анна, провалидировало бы в первую очередь описание профилей, во вторую очередь те инструменты, которые используются для проверки знаний по этим профилям. Наверное, сертификация в рамках этого будет не одна, это правильно, потому что там есть разные цели. Возможно, кому-то вполне себе будет достаточно описания профиля, возможно, кому-то будет достаточно какого-то скрининга, то есть есть поверхностная оценка для того, чтобы отсечь абсолютно джунов, выбрать из этой большой массы джунов тех джунов, с которыми работать можно. Следующий уровень это сертификация, кажется, это для более продвинутых специалистов, соответственно, они подключаются и получают какие-то сертификаты. То есть инструментов в рамках одного профиля может быть много и должно быть много, но для того, чтобы их эффективно сформировать, необходимо участие сообщества, и, собственно говоря, я призываю вас организовываться и давать обратную связь тем людям, которые эти профили и инструменты сертификации разрабатывают. Это вот основная мысль, с которой я пришел сюда. Дмитрий, спасибо огромное. Я думаю, что эту мысль можно продолжать и продолжать, потому что там действительно невероятная просто глубина. Мы хотим передать слово Владимиру Гернеру. Я думаю, что вы многие знаете, по своим компаниям, что проблема есть, и каждый ее пытается все равно как-то решать. И Владимир сейчас расскажет про достаточно уже большой масштаб решения, каким образом они решают проблему и уже подошли к проблеме сертификации и есть успешный опыт. Я больше не комментирую, Владимир сам про себя все расскажет. Всем здравствуйте. Работает у нас, да? Ну, давайте я начну. Мы как раз являемся теми, кто решил вступить на вот этот хрупкий лед по созданию единой сертификации для системных бизнес-аналитиков. Расскажу, почему мы создали сертификацию системных аналитиков, как это вообще начиналось, с чего. Вообще, мы являлись какое-то время назад учебным центром Люксофт. Как многие знают, Люксофт ушел с российского рынка какое-то время назад, мы вернулись в компанию АБС, от которой как раз-таки Люксофт и появлялся. Почти всей командой учебного центра. Мы были авторизованы IBA учебным центром, то есть мы готовили специалистов, бизнес-аналитиков для подготовки сертификации по Бабоку. Но в 22-м году вся эта история у нас исчезла в России. Нам отказали в авторизации и мы задумались, наверное, надо заместить сертификацию бизнес-аналитиков, чтобы было доступно российским аналитикам вся история. Но начали валидировать эту гипотезу с нашими заказчиками. А заказчики у нас крупные как раз-таки крупные IT-компании и спрашивать, насколько это будет интересно. И мы пришли к тому, что, как коллеги сказали, что профиль бизнес-аналитиков более-менее понятен, есть Бабок, но есть больше проблем с системным аналитиком, нет единого стандарта, нет единого профиля. И это более интересно с точки зрения оценки. Востребовано именно оценивать системных аналитиков. Хорошо, начали копать эту историю. При этом коллеги подсветили, что есть Нарк, есть профстандарт, есть независимая оценка квалификации, там есть профиль системного аналитика. Мы посмотрели, углубились в эту историю, посмотрели список компетенций, что есть в профстандарте, посмотрели, как работает вот эта государственная система независимой оценки квалификации, сопоставили компетенции того, что хотят работодатели и что есть в этой системе, но видели, что как бы не бьется история, нет прикладных аспектов, нет технических востребованных компетенций, ну и решили создать сертификацию системных аналитиков независимую, так называемую. Вот. Дальше то, что Наталья как раз подсветила, что есть тот самый дефицит сквалифицированных на рынке труда кадров, и вот тут как раз основная гипотеза лежала в том, что подружить работодателя с соискателем, дать прикладной инструмент для оценки вот этих востребованных компетенций. Ну и поскольку мы уже много лет занимались разработкой тестов для крупного бизнеса, для крупных IT-компаний, под заказ, вот они запрашивали кастомные под их матрицей компетенции, мы понимали, что хочет большой бизнес. У нас большая база тестов, мы решили собственно создать сертификацию системных аналитиков, запустили ее и собственно готовы рассказать вам чуть подробнее. Передаю слово Анастасии. Анастасия, менеджер проекта компании EBS, работает вместе с Владимиром. Спасибо, Владимир. Что-то сломалось. Кто-то не то нажал. Давай, я разберусь, а ты пока. Все получилось. Анастасия Долгушна, учебный центр EBS. Спасибо за слово. Я бы хотела сегодня рассказать вам чуть подробнее, приоткрыть завесу тайны и рассказать, что собой представляет модель сертификации, как к ней подготовиться, как она проходит, что сертифицируемый участник получает в результате. И самое главное, наверное, это из каких же критериев состоит, каким критерием оценивается участник сертификации, из каких тем состоит, собственно, набор наших тестов. На экране модель сертификации, она состоит из трех уровней. Самый первый это базовый, основной. Базовый уровень предназначен для тех, кто находится в самом начале своей карьеры, либо опыт как таковой еще отсутствует. Здесь проверяются, на этом этапе включают, прошу прощения, проверяются основные понятия, основные концепции в системном анализе и общепризнанные подходы. Мы рекомендуем проходить этот уровень специалистам с опытом работы от одного года до трех лет, либо специалистам, которые, возможно, имели длительный перерыв в профессии, восстанавливаются после перерыва. А также есть такой опыт и рекомендуем проходить сертификат участникам, которые не имеют опыта совсем, но получили свое образование на образовательных площадках, да, в отличие от опыта. Вот получить, подтвердить свои знания можно с помощью базового уровня. Уровень специалист подходит уже практикующим специалистам. Здесь опыт работы от трех до пяти лет по нашим рекомендациям должен быть. И отличие в том, что на этом уровне появляется оценка навыков. То есть, помимо базовых понятий, которые уже знает специалист, во-первых, оценка базовых понятий немного усложняется. Плюс здесь появляются кейсовые вопросы, которые помогут определить, насколько хорошо специалист понимает инструментарии системного анализа и, в общем-то, позволит выявить уровень специалиста. Если смотреть на количество вопросов, да, опять же, сейчас мы будем двигаться вверх по пирамидке, вы заметите, что с каждым следующим уровнем количество вопросов возрастает, при этом количество времени, которое выделяется на сертификационный тест, оно тоже увеличивается к уровню специалистов. Ну и проходной балл тоже увеличивается. Уровень продвинутый это уровень для профессионалов. На этом этапе вы встретите вопросы, кейсовые вопросы уже повышенной сложности. Этот этап проверяет способность участника выступать наставником, экспертом в своей профессиональной области. И этот уровень мы рекомендуем специалистам, у которых опыт работы от 5-7 лет и выше. Хочется сказать, что продвинутый уровень до сих пор у нас находится в проработке, поскольку это, как мы осознали и поняли, очень требуется большая работа экспертов и составить вот такие вопросы с действительно профессиональным уровнем сложности кейсовые вопросы не так просто. Поэтому здесь чуть больше времени нам требуется, но вскоре порадуем выходом этого уровня специалистов. если смотреть на срок действия сертификаты в пирамидке, для базового уровня мы считаем, что срока действия нет, потому что те фундаментальные концепции и понятия, которые знают специалисты, они в системном анализе в общем-то это фундамент, который никуда не денется и в общем-то достаточно одной единственной проверки. А вот уровни специалисты продвинутым, поскольку технологии у нас идут вперед, мы считаем, что нужно проверять каждые три года, соответственно наша база тестов тоже обновляется вместе с тенденциями технологии и инструментов и здесь срок действия сертификата составляет три года. Если говорить о том, как проходит сертификация, перед стартом мы рекомендуем каждому участнику пройти пробный тест. Пробный тест доступен в общем-то в общем доступе на сайте учебного центра, он бесплатен и это такая мини-версия реальной сертификации. Пробный тест включает себя по одному вопросу на каждую компетенцию. Это позволяет примерно определить его уровень знания, также увидеть, в каких областях специалист имеет зоны развития, где нужно подготовиться еще прежде чем приступить к сертификации. После того, как пройден пробный тест мы предлагаем на выбор изучить материалы для самообучения, самоподготовки, либо воспользоваться курсами учебного центра для подготовки к сертификации. Нет жестких требований по подготовке, хочется отметить, то есть здесь мы даем свободу действия специалистам и выбор на ваш курс. ПД-аурсы, которые требовала EBA, пока их таких требований барьеров нет на входе. Напоминаем, что нужно ознакомиться с правилами тестирования, поскольку все-таки это официальный экзамен, поторопливуюсь, официальный экзамен, и мы можем сертификационный центр вправе аннулировать результаты теста в случае, если правила тестирования будут нарушены. То есть все официально и серьезно. Рекомендую мне опаздывать, потому что опоздающие на экзамен не впускаются, и рекомендую мне забывать паспорт, потому что как на любом серьезном сертификационном экзамене проходит идентификация личности. В момент самой сертификации как это проходит? Во-первых, хочется отметить, что сегодня у нас 4 локации географические они распределены по России. Это сертификационные центры в городах Санкт-Петербург, Москва, Ульяновск и Омск. На текущий момент мы также активно занимаемся проработкой онлайн-сертификации и уже буквально в ноябре, я думаю, мы запустим ее в онлайне. Также рассматриваем потребности заказчиков и готовы открыть сертификационные центры в других географических локациях, если будет такая потребность. После того, как участник прибывает в сертификационный центр, его встречает проктор, сопровождает. Здесь важно отметить, что весь процесс сертификации проходит не только под видеонаблюдением, с последующей записью, естественно, и хранением, доказательной базой тестирования, но и в присутствии проктора, живого проктора все время тестирования. личные вещи на сам экзамен не пропускаются, то есть перед входом на экзамен участнику потребуется сдать на хранение все личные вещи, включая электронные приборы и все, в общем-то, что принесено с собой, включая напитки и еду. Настя, я прошу прощения, что перебиваю, у нас осталось всего 10 минут на вопрос, да, и, наверное, хотелось бы оставить эту возможность. Одну минутку, буквально я сделаю акцент на то, что в результате тестирования, сейчас немножечко, участник получит детальный отчет, по которому будет декомпозирован его результат на компетенции, можно будет посмотреть в каких областях, какие области немножко завалены, да, и потянуть именно их. Коллеги, здесь на экране есть QR-код, на самом деле сегодня такой немножко революционный момент для учебного центра и в основном для сертификации системного аналитика, мы с сегодняшнего дня готовы открыть все темы, которые входят в компетенции системного аналитика, которые оцениваются на сертификационном центре. Основные компетенции указаны вот в колоночке слева, да, можно ознакомиться, сканировать QR-код, смотрите, для чего мы это делаем, самое главное, я хочу отметить, мы открыты обратной связи, мы хотим понимать чего хочет рынок, чего хочет заказчик, и мы внимательно будем слушать каждого из вас, если у вас есть аргументированное мнение, почему та или иная тема должна присутствовать в списке оценки, да, компетенции, или наоборот, чего-то здесь нет. Спасибо большое. Передаю слово Владимиру, да. Смотрите, да, хотелось бы оставить время на вопросы, надеюсь, волонтеры, сканируйте и нажмите открыть QR-код. Я попрошу волонтеров помочь нам с микрофонами, и коллеги, когда задаете вопрос, просьба говорить, кому вы конкретно задаете вопрос, у нас не очень много времени, постараемся быть краткие с вопросами, краткие с ответами, а после все спикеры доступны будут еще в холле. Добрый день, хороший человек компании Digital Spirit, Анастасия, вопрос. Смотрите, у меня первые две просьбы, не вопросы. Я услышал, что по уровням есть продвинутый, есть практикующий аналитик, огромная просьба сделать трансляцию вот этих практикующих, потому что такая же проблема есть у компании. То есть, окей, ты практикующий аналитик, но, как правило, компания не знает, а куда тебя можно использовать, в каких кейсах. То есть, ты приходишь в компанию, начинаешь им рассказывать о каких-то там приемах, о каком-то там схемах и прочем, и говоришь, круто, а так можно было. То есть, поэтому человеку, который прошел у вас продвинутую аналитику, было бы удобнее, чтобы компания зашла и говорит, ага, у тебя такой сертификат, мы можем использовать тебя здесь, мы можем использовать тебя на улучшенных в каких-то наших регламентах. Это бы, мне кажется, помогло всем. Вот. И второе, огромная просьба по онлайн, поскольку сам столкнулся, отбирая аналитиков, вы не представляете, как сейчас ребят натаскивают на собесы, как у них есть в ухо, подает, сидит там какой-то профи, читает, поэтому, может быть, это будет не совсем онлайн, а вот как вы говорите, как это, может быть, ну, не знаю, как в Альбрис франшиза, то есть там человек ставит камеры, ну, не выбегаете, а он покупает и там уже дальше сам разбирается, потому что, мне кажется, все-таки будет какая-то отбивочка, это вот сейчас, наверное, бич с последними подсказками, потому что в IT все хотят пойти. Это был вопрос или комментарий? Первая часть, кажется, была пожеланием больше, да, вторая часть вот с онлайн-сертификацией, абсолютно с вами соглашусь, мы сейчас активно прорабатываем эту тему, но, к сожалению, вот совершенно удаленно проходить без человека, да, прокторинг, это очень сложно, почему? Потому что это не совсем безопасно с точки зрения вот того контента, который мы хотим сохранить, хотим все-таки, чтобы сертификация была честная, да, мы... Коллеги, пожалуйста, в камеру, потому что онлайн людям не слышно, если вы говорите не в микрофоне, они слышат паузу. Хорошо, я бы предложила взять еще вопросик, вы просите, что я перебиваю, хоть до вопросов было много. Можно, пожалуйста, девушки, спросить? Добрый день, Соколовская Елена, в городе Екатеринбург, компания IT. Я до этого несколько лет работала в контуре и мы занимались как раз разработкой компетенции аналитиков, поэтому тема вообще не безразлична мне совершенно. У меня два момента. Первое, это была обозначена проблема того, что рынок перенасыщен джунами и что ушли западные вендоры. Вот. А вот тут вопрос, также вы обозначили на слайдах, что есть такой факт, что IT-сообщество не нуждается, то есть в нем не востребованы вообще какие-то системы оценки профессиональных компетенций именно в российском IT-сообществе. Вот это что сейчас для нас? Это баг или фича? Ну, то есть условно, это факт, с которым мы живем или это проблема, которую мы решаем? Вот к этому есть какие-то подходы, есть какое-то выработанное, не знаю, мнение или вообще какие-то движения в этом направлении, потому что я с разных сторон об этом размышляла и вот как бы, но с одной стороны действительно это факт, но это же не просто факт, как бы, с ним можно работать и с этим можно что-то делать. Это первая часть. А уточните, от кого бы вы хотели услышать ответ? Елена, ну, Дмитрий уже взял микрофон, я с радостью послушаю. Пашарат. Да, да, давайте я отвечу, потому что действительно много думал на этот счет. На мой взгляд, нету доверия сейчас к сертификатам в эти сообщества, ну, потому что нет такого инструмента, в который бы верить. Кажется, вот как я начал говорить, кажется, надо активное вовлечение сообщества и самое первое, что надо сделать, это надо сделать описание профиля. Да, скорее всего, там этих компетенций будет много, да, скорее всего, этот профиль будет модульный, вот то, о чем говорили коллеги, ну, там вот, набираем модуль и получаем профиль под конкретную задачу. Но для того, чтобы IT-сообщество поверило в сертификацию, IT-сообщество надо привлечь к разработке этого сертификата, это именно то, о чем я говорил. коллеги, подключайтесь, если у вас есть наработки, давайте делиться. Насколько я понимаю, коллеги завод активно участвует, да, они готовы организовать сообщество, ну, как-то помочь организации этого сообщества. Если не нравятся эти коллеги, найдите каких-то других коллег. Прекрасные коллеги. Найдите каких-то других коллег. Но если вы, если сообщество аналитиков скажет, что это в принципе хороший профиль, это уже будет большое подспорье к сертификации. Потом следующий шаг это инструменты, проверка тестов. Ну, этих инструментов, еще раз говорю, может быть много и тоже подключайтесь, давайте обратную связь. Я вот, насколько знаю, коллеги активно слушаются и корректируют свою сертификацию по обратной связи. Хорошо. Коллеги, можно я дополню вот этот слайд? То есть мы запустили полгода назад эту сертификацию, за полгода есть уже определенные результаты. И вот эти кейсы, которые мы обозначили, самые такие яркие примеры, почему к нам пришли и кто к нам пришел за этой сертификацией. Там есть и большие IT-компании, которые хотят соответствия грейда, там аттестации. Неожиданно для нас пришли еще и IT-провайдеры, кто обучение проводит, вот преподавателей. Вот про историю про тендеры, да, там был интересный кейс, когда IT-компания небольшая, не имея сертификатов, пришли к нам, нам нужно там по бабок, да, или у вас по бабок, типа надо ехать в Грузию или там в Сербию где-то как-то проходить эту сертификацию. Но в итоге отправили одного туда, ну и двоих к нам отправили, то есть, ну и прошли сертификацию. Там физлицы, которые к нам приходили, да, там есть профи, есть, которые там меняют роль, есть большое количество джунов, вот они, собственно, к нам стучатся, вот по таким запросам можно посмотреть. Катерина, если не обидитесь, у нас просто три минутки осталось. Елена, да, простите, может кому-то дадим еще слово? С радостью. Я один комментарий, на слайде с пирамидкой, там у вас есть временные шкалы, да, переходы по грейдам, вот у меня есть прямо больная история на тему того, как это не работает, я потом приду. Да, обязательно делитесь потом в обсуждениях, это на самом деле очень важно. Отвечая на ваш вопрос, баг это или фича, мне кажется, это челлендж, очень большой, актуальный, и важный для нас челлендж. Да, просите, что я вас управляю. Раз, раз. Здравствуйте, Роман Романов, Сбер, системный аналитик. Вопрос к Анастасии и Владимиру. Вот просто я в прошлом году входил в рабочую группу по разработке новой версии профстандарта, системного аналитика и в этом году, в апреле, она была утверждена. Вопрос, как бы вы работали с старой версией или вот уже обращали внимание на то, что вышло в этом году? Вот при создании нашей сертификации мы основывались на профстандарте, на бабоке и на прикладных компетенциях. По поводу, какой версии, да, смотрели и на текущую, на старую версию и на то, что будет выходить. Наверное, видели в профстандарте, там в том числе АИБС участвует. Вот. Мы очень сильно пересекались с Сергеем Нужненко, то есть вот обсуждали это. И вот этот слайд, который я сейчас решил подсветить, да, в конце, то есть мы, собственно, про перспективы. Вот для того, чтобы сделать сертификацию общепризнанной, вот коллеги там подсвечивали, да, то нужен все-таки свод знаний, единый свод знаний. У бизнес-аналитиков он вроде как есть бобок, международный стандарт. У системных аналитиков его нет. Есть профстандарт, но профстандарт, он про общие компетенции, да, а вот эти вот прикладные технические компетенции пока отсутствуют. И мы, собственно, призываем всех энтузиастов, всех, тех, кто болеет за профессию системного аналитика, да, готов вкладываться, мы призываем присоединиться к команде профсообщества нашего, оно уже создано летом, и там, собственно, коллеги, те, кто создает профстандарт, кто обновляет профстандарт, уже присутствует. Вот. Мы сейчас собираем всех, кто хочет эту историю двигать дальше. Вот. Поэтому вот welcome. коллегам. Спасибо, Владимир. Коллеги, к сожалению, у нас время подходит к концу, но я вам могу сказать, что мы с коллегами созванивались, и эти темы обсуждения сертификации, они на самом деле настолько интересны, что мне кажется, мы ни один звонок не закончили вовремя, хотя всем нужно было бежать на встречи. Я вас призываю подходить ко всем участникам углубого стола, к Наталье, к Ане, к Дмитрию, к Владимиру, к Анастасии, и в течение всего дня, я думаю, все еще будут здесь. Пожалуйста, задавайте вопросы, очень разные мнения, задавайте разные вопросы разным спикерам, и много чего интересного подчеркнуть для себя, в том числе, участие, собственно, в разработке этого стандарта. У нас, да, вышло время, но мы можем вручить флайер за лучший вопрос. Кому мы поручим эту интересную миссию? Спасибо, Владимир. Считаю, что лучший вопрос у Елены и особенно за готовность быть в числе наших неравнодушных. Очень ждем вас. Спасибо. Спасибо, коллеги. Аплодисменты. Спасибо.